Пожалуйста, у нас здесь еще и выключу, и где-то надо поставить, и, соответственно, здесь М, а не П, где-то раз написано. Давайте теперь посмотрим, просто пример. Открытый текст. Ну ладно. Ну и мы там вот описали, ну это, соответственно, 30, L22, а, L11, это будет у нас, 30, 11, а, 0. Давайте выберем секретный ключ. Секретный ключ. Это у нас будет фара. Ну, а может быть, должно быть взаимно просто. То есть, в жизни, ну, кто-то пробит возьмем, и 32, то есть, а любое нечетное чистое. Ну, какое мы видим, да? Какое будет? 5? 5, да? Сейчас, хорошо. 5. А B может быть любое. Ну, давайте, чтобы я сейчас складываю, возьмем 20, да? И, таким образом, это у нас секретный ключ для зашифрования. Давайте попробуем зашифровать. То есть, это у нас x1, y2, x3. Ну, и шифрованный текст, y1, y2, y3. А это шифер текст, и это шифер текст. Значит, y1, то есть, зашифровать. Да? Зашифровать. Y1. Равняется. Соответственно, общие процессы зашифрования мы и писаем. То есть, что-то у нас будет 5 помножить на 30 плюс 20, 170 по модулю 32. Так, если помножить на 5, то будет 160 по модулю 32. Да? Значит, получается 10. Ну, и сразу мы можем по этой табличке посмотреть. 10 это у нас х. Ну, я тут, конечно, несколько условно напишу. Это градусство, числа, буквы. Ну, понятно, что имеется в виду. Y2 у нас равняется. 5 помножить на 11 и 20. Это будет, что там, 75 и минус 70, минус 64. Да? 11. Вы, пожалуйста, проверяйте. 11 у нас L. Правильно, да? Вот вы нам его видите. Оказалось, неподвижная точка тут для L в этой шифре. Ну, и Y3 поменяется. 5 помножить на 0. 20 поменяется 20. И равняется, что у нас было 20K, да? F. F. F, да? F. Ну, вот, получился у нас шифр текста. Ну, действительно, интересно, что в этой подстановке, которая определяется вот этими двумя ключами, двумя ключами подстановка, канал пробития, вот оказалась неподвижная точка для L. Ну, надо сказать, что в шифре Цезаря неподвижных точек нет. В шифре Цезаря, если рассматривать это как подстановка, это как циклический сбив. И там все, значит, буквы переходят в некоторые другие. Ну, а в общем случае могут быть неподвижные точки. Ну, как теперь проходит расшифрованку. Давайте посмотрим. Для расшифрования нам надо дойти A-1. Раз, второй. Раз, второй. Расшифрование. А у минус первого у нас находится половиклый. Находим. А у минус первого по-минус первого. Ну, то есть, пять минус первое, по-минус тридцать два. Ну, давайте алгоритмы перевернем. Алгоритмы. Давайте, я вам сейчас просто на примере запомню вам. Хотя вы, фиг тоже неоднократно по прикладной алгоритм, как работает алгоритмик вида. Он работает быстро, с алгоритмической сложностью. Вот. То есть, тридцать два мы делим на пять. Это у нас получается шесть помножить на пять плюс два. Пять делим на два и получаем, соответственно, два помножить на два и единицу. Как получили единицу, процесс закончен. Ну, дальше можно обратить эти, соответственно, помнения и представить единицу как линейную комбинацию в тридцать два и пяти. И тот коэффициент, который стоит при пяти, как раз и будет обратным числом. Ну, более просто. И главное, что автоматически, с меньшим числом ошибок, это вам рекомендовали с помощью таблицы. Выписываем вот эти числа. То есть, это делители и делим ее. То есть, шесть, два. Здесь выписываем ноль один и начинаем действие. Умножаем наискосовки, прибавляем предыдущее. Шесть на один плюс ноль это шесть. Два на шесть. Тринадцать. Двенадцать и плюс один тринадцать. Если здесь четное число, то это уже ответ. Если же не четное число, то это ответ будет с минусом. Ну, то есть, а пять через первое по модулю тридцать два, то это равняется тринадцать. Ну, давайте проверка. То есть, пять помножить на тринадцать равняется, сколько, шестьдесят пять по модулю тридцать два и равняется тринадцать. Правильно. Ну, вот тогда расшифрование. Теперь следующее. Мы, буквы у нас уже, нумерация их есть, поэтому нам не надо. Конечно, если есть получено шифрованный текст, то мы должны согласно подковитую нумерацию провести, поскольку у нас это популярно записано, мы его пользуемся. Далее, х1 равняется у1 минус b помножить на х минус первое по модулю тридцать два. Ну, то есть, х1 равняется 10 минус двадцать по множеству на тринадцать. Ну, и равняется, в принципе, здесь минус сто тридцать. Ну, так, по модулю тридцать два равняется, равняется минус сто тридцать. Ну, и нам надо получить положительный остаток от пыля до тридцать одного. То есть, если мы прибавим тридцать два, четыре раза, а, четыре раза мало. То есть, если мы прибавим пять, это будет сто шестьдесят, то есть, да, сто шестьдесят, минус, а, то это может минус сто тридцать. Ну, это будет по модулю тридцать два равняется тридцать. Ну, тут равняется и. То есть, мы получили, ну, и. Я бы задумал, что это говорило. Ну, х2 у нас равняется, соответственно, l, это у нас одиннадцать. Ну, мы уже знаем, что это неподвижная буква, у нас по-моему остаться l. Ну, давайте проверим. Одиннадцать или двадцать, а множество на тринадцать. Ну, равняется. Девять на тринадцать, это по модулю тридцать два. И, где, где-то, 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 где-то. Ну, 113, 90, 20, 7, 18. Инус сто семнадцать. Минус сто семнадцать. Ну, прибавить надо, если есть тридцать два на четыре, то будет сто двадцать восемь. Если прибавим 128, то плюс 11. То есть, по-моему, 32. И равняется L. То есть, падает неподвижно. Ну и, наконец, тут X3. Чему равняется? X3 равняется 20. 20 на 13, по-моему, 0. 32 равняется 0. И L. Текст L. Открытий текст. То есть, для того, чтобы пользоваться этим шифром, мы должны уметь выбирать временно простые числа. Вот. То есть, оно выбирается, если не так очевидно, как у нас сейчас, когда все эти шифры были простые, то есть, выбирается случайно и, соответственно, выбирается случайно и, соответственно, проверяется на простоту. А проверяется на таких чисел взаимную простоту с помощью алгоритма B. То есть, разбивание 2. Число При специальном число взаимно простых чисел, то есть число чисел. Наверное, это все-таки не заслуживает утверждения. Вы его практически решите. Давайте напишем число попыток для случайного выбора. Случайного выбора числа взаимно простого с М равно... Ну, если взаимно простого числа, то выбираться от единицы до М случайно. Скажем, в нашем случае это была одна вторая, то есть половина чисел. Вероятность выбора будет одна вторая и, соответственно, число попыток два. Ну, в общем случае оно может быть меньше вероятности, число попыток будет. Ну, соответственно, это архивный шифр. Уже, хотя его с помощью полным перебором уже так загрузительно плавают, но есть так называемый частот М. Вот это отдельно будем проверять. Третий шифр, который можно рассмотреть, это шифр полибия. Ну, если первый шифр Цезаря, ну понятно, первый день до нашей эры, полибия – это третий день до нашей эры. Третий шифр полибия – это третий день до нашей эры. И так записывались в табличку просто. Если объединить И и Ё, то у нас получится в лотенский алкоголизм с содержанием получится 25 символов. 25 символов. И всё можно записать в табличку. Ну, давайте варианты. А. Первый вариант. Самый простой. А. Первый вариант. Вариант. То есть символы латинского алкоголита. латинского алкоголита. А. А. В. А. А. И. Й. И. И так далее. Я не буду все переписывать. В, 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 X, Y, Z. Представлялся этот латынский алфавит в виде таблицы. И, собственно, А, В, С, Д, И, Е. И строки номеровались символами этого алфавита А, В, С, Д, И, Е. Ну и тогда зашифрование. Как проходило зашифрование? Этот вариант А даже без секретного ключа. Секретный ключ здесь способ шифрования. Секретный способ шифрования. Именно с помощью такой таблицы. И это как на секретный ключ. Хотя мы уже знаем, что без секретного ключа, который отличен от способа шифрования, это очень слабый шифр. Ну, так шифруется. То есть любое зашифрование, любая буква латынского шрифта, она представлялась в виде пары букв, которые определяли координаты латынского шрифта. Ну, например, то есть каждая буква отображалась в координатах из двух букв. Нет, так очень сокращенно. Ну, например, буква f. Если мы зашифруем букву f, а это у нас алгоритм шифрования, на ключе k, как это просто топится, то мы получим в данном случае у нас первая буква b, вторая буква a. b, a. Ну, скажем, буква x. Зашифрование буквы x было у нас e, c. То есть пара e, c. Ну и так далее. То есть алфавит у нас здесь состоял, алфавит шифр текста тоже содержал 25 символов, но эти символы были уже двух пар. Валфавит шифр текста – это у нас множество символов. Валфавит шифр текста – это символы Z1, Z2, где-то маленькие влезетные символы, а влезетные символы алфавита. И Z1, и им лежит соответственно множество. А, B, C, D, Y. То есть алфавит у нас есть множество таких пар. Ну и мощность ключевого, мощность алфавита тоже 25 символов. Вот. Это квадрат парилья. Ну, конечно, он совершенно без ключа. Ну, другой вариант – квадрат парилья. С секретным ключом. С секретным ключом. Здесь у нас, соответственно, можно таблицу заполнить, таблица заполняется символами алфавита в некотором порядке, который с ним ключом. Квадрат парилья. Квадрат парилья. Квадрат парилья заполняется символами латынского алфавита в некотором порядке. с которой является ключом. Ну и в общем случае, в общем случае, мощность ключевого пространства здесь получается 25 повторённых. Ну, конечно, это неудобно при ручной криптографии. Поэтому, в общем случае, шифрование. Зашифрование. Ну и расшифрование. Понятно, как проходит. Зашифрование, соответственно, мы по таблице находим координаты, а расшифрование по координатам. Шифрованный тип разбивает самопад, по координатам находим соответствующие сети. Зашифрование. 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 И расшифрование. Это действительно невидобно. Ну... Вот. В случае В, квадрат падения, квадрат падения с крестовым ключом и второй. То есть, прикладывается здесь следующий вариант с паролем. То есть, вначале пишется в этой таблице некоторое слово, которое служит паролем и легко запоминается. Потому что запоминать произвольную перестановку – это крайне сложно. И это означает практически, что он не запоминается, а просто при себе нужно держать этот квадрат с каким-то случайным или каким-то дополнением. А это опасно, когда секретный ключ находится в каком-то записанном виде. Это опасно. Предлагается тут просто в виде пароля. Пароль записывается в начале какое-то слово. Дальше это слово пароль. Оно может быть короткое из пяти букв, просьба длиннее. А дальше записываются буквы подряд, которые отсутствуют здесь. Ну и в конце у нас опять будет x, y, z тут не присутствует, v, z, b, v. То есть это определяется таким словом пароль. Вот пример, пароль. 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 Продолжаем а и в. Пароль. Пароль. Аналогично в случае а и в. В случае а и в. Этот вариант имеет еще одну форму. Чёрный город. Это квадрат по линию, если взять, как пользовались этим шифром. Декабристы, например, записали русский алфавит в таблицу 5 на 6. Записывалось А, В, В, Г, Д. Ее объединялось. Получилось 30 мягких твердых знаков. И краткая И объединялась. Получалось Ж, З, И краткая объединялась К, Л и так далее. Ну, в конце это, естественно, было и так далее. Ну, и строк, и столбцы нумеровались не буквами, а числами просто. Ну, и таким образом каждая буква опять представлялась за шифрование в алфавитах шифров текста. Это множество символов. Тут будет количество букв на З тоже 30. И будет состоять из множества символов. И, где, соответственно, Ну, или даже просто Давайте напишем И, Ж. Где И меняется от 1 до 5, а Ж меняется от 1 до 6. То есть алфавит у нас из пар таких чисел будет состоять. Дзен 30. Из 30 букв. Ну, и, соответственно, зашифрование. 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 Это просто координаты. Ну, например, еще можно сказать. Ра, л, м, н, о, п, р, с, пр, и, н, ш, ч, ч, ш, ш. Ну, там, твёрдый! Мягкий знак. можно на первом месте ну и зашифрование откровительный фикс, например ну возьмем хотя тоже короткое слово ну и так когда шифр текст у нас получится состоящее из шифр текста множество чисел юрда 55 55 соответственно L у нас 25 25 и A 11 тут получился шифр текст расшифровать очевидно расшифрование расшифрование по координатам находим букв 55 ну почему он тюремный назывался тут как видите секретного включения им удобно было перескутиваться то есть координаты например R это три ступа и 1 это F 4 1 2 и 2 секретного секретного ключа нет поэтому можно было свободно общаться без знаний секретного ключа ну конечно если что-то предварительно договорились о секретном ключе или о пароле то можно было соответственно использовать этот вариант как шифр ключов ну можно еще назвать соответственно то у нас не надо цель 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 Ну нижний шифр Здоров с ваш опять же открытые текст У нас Xe, F2, F2, F2. Чувствую, как есть. Винник, 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 винник. Винник, 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 F2, F2. Ну, и Xe у нас подележа к полкуиту, скажем, если которые использовали Z32, а Y, они принадлежат по вирусу из... Что это будет за алкоголь, будет ясно, когда я скажу другое. Секретный книг. Это некоторая книга. Или, может быть, или страница книги. Вот это и секретные причины. Ну, а дальше, в общем-то, понятно, как сделать замену. Каждой букве, ну, допустим, страница известна, когда в каждой букве можно поставить символ из этой страницы, например, букве А, ну, практически на странице обычного печатного текста встречаются все буквы. Очень редко, когда не встречаются там очень редко встречаемые буквы, там, это реже всего встречается один раз из 500 в среднем она. Ну, встречаются, если все буквы, то тогда шифр работает следующим образом. А именно указывается просто координата нужной буквы. Ну, для того, чтобы указать координату нужной буквы, это надо указать номер строки и номер буквы в строке. Ну, то есть, когда, фактически, номер строки – это двузначное число, и номер буквы – тоже двузначное число. То есть, каждой буква будет записана четырьмя числами, которые говорят номер первой две номер строки, а вторая – следующие две цифры – номер буквы в строке. То есть, алфавит расширяется. Ну, тут есть конкретная книга, там можно, конечно, ограничиться значными числами, скажем, там может быть не более пятидесяти строчек, не более пятидесяти букв страниц. То есть, мощность алфавита шифров текста определяется. Количеством строк, то есть, на странице количество строк. На странице. И символов, символов статьи. Ну, и при зашифровании. Зашифрование. 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 Любой символ заменяется в любое. Символ открытого текста занимается четырехзначным числом. Старочным десятичным числом. А именно номером строки и символом текста. И символом текста, который соответствует букве открытого текста. Понятно, что это все права. Все символы, все моноалфабитные шифры, которые мы посмотрели, еще раз повторяю, что замена символа открытого текста не зависит от того, в котором месте открытого текста у нас находится. Это моноалфабитный шифр. Как видите, символы шифров текста могут быть разными. Хотя чаще всего символы шифры текста принадлежат тому же автобиту. Как я говорил, используется буквой крест. Это А, В, С, Ж и так далее. Другие рисунки. Косой крест используется для символа. И использовали вот такие символы открытого текста или шифровозначениями их еще называют. Масоны дедов 10 века в нашей эры. Тогда они были обществом. Обществом просто камень считали. Ну давайте мы на этом сегодня закончим. Субтитры сделал DimaTorzok